Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день Здравствуйте, здравствуйте! Давайте подключаемся, можете делиться этой ссылкой с вашими друзьями, знакомыми. Если вы хотите или вы думаете, что, возможно, эта информация будет им интересна, мы можем с вами обсудить некоторые вещи. Сегодня хороший день. Здравствуйте, Татьяна, Вита, добрый день, Марина. Я всем махаю рукой, так? Добрый день. Сегодня у нас особенный день, и поэтому я решил сделать новую рубрику, называется «Законы судьбы». чем у нас этот день благоприятен. Ну, смотрите, в данный момент, как мы все видим, у нас в небе солнце и луна в экзальтации. Также у нас Венера сегодня в своем собственном знаке. Правда, она с Раху. Вот. Не самое, конечно, лучшее сочетание, но считается, что эти дни являются самыми благоприятными в году, фактически. В ведической традиции это называется «Золотой день». Кстати, как меня слышно, хорошо? Давайте от 1 до 10, чтобы у нас не было никаких недоразумений. Можете поставить цифру 10 или цифру 7, как вы меня слышите. Увеличьте свою громкость на телефоне, чтобы вам было хорошо слышно, слышно ли музыку, окей, хорошо, прекрасно. Значит, сегодня наш разговор пойдет на тему благоприятности сегодняшнего дня и законы судьбы. Это новая рубрика на моем канале. Как я заметил, в это время, вот именно это время, когда солнце и луна максимально сильны, они дают максимальную свою энергию, поэтому, так как луна отвечает за наш ум, а солнце отвечает за нашу атму или душу, то в данный момент вот эта вот энергетика, она является очень и очень сильной. Вот поэтому именно эта энергетика, она помогает в данный момент человеку быть ближе, во-первых, к Богу, во-вторых, быть более осознанным и, в-третьих, помогает достичь всего желаемого в эти дни. Когда мы строим дом, мы его строим естественно на хорошем фундаменте. Без хорошего фундамента трудно каким-то образом построить хороший дом, как мы знаем, и если мы построим дом на жидком фундаменте, на плохой земле, но мы его сделаем красивой, мы его сделаем, то есть все четко, у нас хорошие двери, у нас хорошая крыша, крепкие стены, крылечко и так далее, но если хорошего фундамента под этим не будет, такого, знаете, железобетонного, то можем ожидать, что через какое-то время наш красивый дом или начнет уходить под землю, или начнет рушиться, или начнут отслаиваться кирпичи, то есть грунт начнет двигаться. Жизнь, она такая штука, что это как своего рода движущаяся земля, то есть где-то она тверже, где-то она мягче и так далее. это зависит от планетарных периодов, и поэтому, если мы заранее заложим хороший, сильный такой, крепкий фундамент, который не будет двигаться вообще, то тогда у нас есть гарантия, что наш дом устоит. То же самое можно сказать про все проекты, которые мы создаем. Если вы что-то планируете сделать, то это тот день, когда это нужно делать. У меня уже есть на инстаграме пост об этом, если вы его читали. поднимите руку, кто его уже читал. Если не читали, обязательно зайдите, посмотрите, там есть много деталей о том, каким образом нужно прожить этот день. Если говорить вообще, в целом, глобально, то мы с вами имеем духовную природу. Но мы временно находимся в этом материальном теле. Каждый из нас временно взял в аренду определенную машину биологическую, определенной марки, определенного цвета, определенной модели из определенной фабрики. Есть немецкие машины, есть французские Рено, есть Мерседес, есть еще что-то. Есть Тато Сумо, это индийские машины, если вы катались на индийских машинах, вы знаете, что это такое. Есть африканские машины, то есть разные машины, японские, китайские, корейские и так далее. Мы получаем наше тело из определенной страны, определенная фабрика, определенный агрегор производства. Естественно, качество будет соответствующее, цвет будет соответствующий, какие-то национальные принадлежности нашего тела будут соответствующие именно этому агрегору. Но если брать вообще по существу, то мы имеем духовную природу, мы не это тело. Агам Брамасми на санскрите говорится. И Агам Брамасми значит я душа, я Браман. То есть я имею духовную природу. И я временно нахожусь в этом теле. Поэтому, когда мы осознаем вот этот маленький момент, именно этот момент является фундаментальным. потому что, если мы это осознаем реально, до глубины души, то мы понимаем, что наша жизнь должна измениться кардинально, наши ценности должны измениться кардинально, наши амбиции должны быть другими, наши цели должны быть другими, да, наше общение должно быть откорректировано, да, и естественно наши вкусы к жизни уже меняются. Это автоматически происходит. Так же, как вы меняете, допустим, друзей или какой-то агрегор, да, так же вы, если вы хотите быть успешным в бизнесе, то вам надо общаться с людьми, которые успешны в бизнесе. Если хотите осознать себя, да, то нужно общаться с осознанными людьми, вот, поэтому мы понимаем, что общение, оно определяет наше развитие на будущее. Как говорится, с кем поведешься, так тебе и надо, есть такое выражение, да, немножко модифицированное. Это говорит о том, что мы, будучи энергией духовной, на санскрите этот термин называется еще татастха-шакти, татастха это значит пограничный, а шакти это значит энергия, то есть мы с вами энергия, мы источник энергии. В ведах говорится, что размером вот эта энергия или атма, или душа, она имеет размер, если вы возьмете кончик волоса, да, многие девушки у них красивые волосы. Мы так много заботимся о волосах, мы делаем укладку, мы делаем стрижку, мы очень радеем за то, как на нас посмотрят, заметят ли, что мы поменяли стиль, или что-то в этом роде. Мы возьмем наш волосок, увеличим его в миллионы раз, да, и увидим вот такую платформу, разделим ее просто на 10 тысяч, так вот одна такая частичка, это будет размер нас с вами, или духа фактически. То есть настолько мы малы, но смотрите, мы являемся такой маленькой энергией, такой микрочастичкой вообще, то есть на уровне атома фактически, да, но мы даем энергию этому телу, и не только человеческому, как муравей, так и слон, или динозавр, которые были раньше, кит, какой громадный он для нас, но это тот же самый размер атма. Вот. Так вот, человеческое тело дается для того, чтобы этот феномен понять. И мы начинаем эту рубрику «Законы судьбы» именно с той целью, чтобы выровнять наши ориентиры, чтобы понять, куда мы движемся вообще. Можно бежать, можно работать, можно учиться, можно жениться, можно производить детей на свет, их обучать и так далее и тому подобное. В этом пробегает гонка нашей жизни. Все подряд вокруг, посмотрите, они все заняты этим. Но, если вы спросите человека, а куда ты бежишь? Куда ты стремишься? Движешься ли ты вообще? Ну вот помимо этого, как говорится, этого колеса. Многие не могут ответить. Многие реально затрудняются в том, чтобы даже задуматься об этом. Они не понимают, они говорят, что ты имеешь в виду? То есть, жизнь, она настолько, как говорится, занимает наше время, что мы очень часто даже не задаемся вопросом, а куда мы бежим? В какие-то моменты жизни человек приходит к этому, он начинает понимать, что-то здесь не так. Как у Розумбаума есть такая письма, что-то здесь не так. Очень часто к этому приходят богатые люди. В особенности те, которые родились в богатых семьях, или которые долгое время достигали богатства. Вот этого материального благополучия, вот этих денег, вот этого, допустим, почета, какой-то признательности в жизни. И в какой-то момент они попадают, вот приходят на этот какой-то момент жизни, на определенный порог, после которого должен быть сделан шаг в сторону самоосознания. Если этот шаг не сделан, то человек начинает грустить. Как будто у него теряется интерес к тому, чтобы дальше продолжать добиваться того, что он, в принципе, уже добивался. То есть, это ему становится не новым. Он теряет вкус, он теряет энергию. Он понимает, что эта цель какая-то определенная в жизни, она мне не дает энергию. Она мне не дает вдохновения. Она мне не дает какой-то вот такой силы, чтобы стремиться к этому. Говорится, что желания наши, они дают нам силу для того, чтобы достичь. Вообще, как устроен процесс? Душа, говорится, у нас, как у души, у нас есть много оболочек. У нас есть пять материальных элементов, из которых состоит тело. Это огонь, земля, воздух, эфир. Огонь, земля, воздух, эфир и вода. Это пять основных элементов. Воды у нас больше. Но земля является предоминантной. Поэтому мы можем ходить по земле. Рыба живет в воде. Есть некоторые травы или мхи, которые живут, допустим, в атомных реакторах. Или в вулканах. И они прекрасно себя чувствуют. И одним из таких элементов является наш ум. Ум, он ведом желаниями. Говорится, что он живет в гуне благости. Он или принимает, или отвергает. Как, допустим, мужчина идет. Он идет по улице. Глаза смотрят. То есть, органы чувств. Глаза. У нас есть чувства зрения, осязания, обоняния. У нас есть органы чувств. Это глаза, уши. Есть кожа, допустим, осязания и так далее. Душа, она оперирует внутри этого тела, как водитель, всеми этими вещами. Да, вот этими инструментами. И что происходит? Когда мужчина, допустим, идет, он, допустим, видит. Говорится, что мужчина привлекается глазами. Он идет и видит, допустим. Молодой мужчина, да. Как говорил Карлсон. Он в расцвете сил. Он идет и смотрит. Особенно сейчас весна. Многие девушки начинают менять свою одежду. Со штанов и длинных юбок они переходят на короткие, на красивые какие-то джинсы рваные и так далее. Кто-то лосины одевает, кто-то очень красиво одевается, кто-то с выражением, с вызовом одевается. Все зависит от нашего менталитета. Как говорится, реклама двигатель прогресса, правильно? Женщины очень много времени тратят на это и очень концентрируются на этом, потому что для них это важно. И мужчина, естественно, привлекается глазами. Женщина наслаждается собой, мужчина наслаждается женщиной. Как говорится. Если вы согласны, то ставьте лайки, сердечки. Вот. И что происходит? Мужчина смотрит, ему нравится. Что говорит ум? Нужно подойти. Нужно подойти и познакомиться. Да? Но тут же разум, это другой элемент. Материальный элемент. Который говорит, ты что с ума сошел? У тебя жена рядом. Да? То есть, так делает ум. Он или принимает что-то, или отвергает. Если ему что-то приятно, он это принимает. Если ему что-то неприятно, он это отвергает. Но разум, это тот элемент, который выстраивает стратегию. Ум, он говорит, хочу, не хочу. А разум выстраивает стратегию. Как этого добиться? Или как не попасть в просаг? Поэтому, когда вы видите рекламу какую-то, нужно четко понимать, какой процент рекламы относится к уму, а какой процент относится к разуму. Я помню в 90-е годы, когда у нас все границы открылись, и у нас попер вот этот вот большой наплыв каких-то продуктов, там сигарет, алкоголя, да? Из запада, я видел вот эти баннеры, большие такие плакаты, гигантские, да, на дороге. Там такой ковбой на лошади, сомбреро у него там. Короче, встреча. А, знакомство с Америкой. Горизонт, у него там сигареты, вот эта пачка Мальборо. И внизу такая тонкая, такая черточка написана. Курение вредит вашему здоровью. Минздрав СССР предупреждает, да? Ну, СССР в то время развалился, но вот эта вот часть осталась. И если вы смотрите на рекламу, вы фактически что видите? Вы видите уровень ума, большой такой, цветной, красивый, который тебя вдохновляет, говорит, давай, давай. А вот разум, он такой маленький, который, говорит, его там зажали уже где-то внизу, он там внизу там спрятался. То есть он, как говорится, из-под этого баннера старается вылезти наружу каким-то образом и говорит, Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. И, естественно, в каких гунах мы находимся, да? То есть под влиянием ума или разума, мы видим этот баннер по-разному. Сейчас, конечно, уже добились того, чтобы на пачках рисовать, как говорится, побочные эффекты. Но вы заметьте, что многих это не останавливает. А это уже сила привязанности. Поэтому говорится, что мы должны развивать разум. Homo sapiens. Homo, человек, на латинском sapiens или sapienza. На итальянском sapiens. Это значит, conoscenza или знание. То есть человек должен набираться знаний. Знания должны быть реализованы на практике. Иначе они просто становятся теорией. Они становятся чем-то, что беспокоит. Как вы можете переесть торта, и у вас происходит несварение. То же самое и информация. Знания. Если они не применяются на практике, если вы от них блага не получаете, то происходит так, что вы переедаете знания, и фактически вы не можете получить благо от него. Это становится чем-то, что наоборот нарушает ваш покой. Как говорил вот этот человек в Матриксе, да? Если вы смотрели Матрикс, он берет этот кусок мяса, ловит в рот и говорит, единственное, что я понял, что невежество – это блаженство. Да? Это счастье на уровне невежества. Но человек, который осознает свою духовную природу, который понимает, что я не это тело, я могу выбирать. Если мы собаке бросим кость или просто покажем, да, или там кусок хлеба. Голодные собаки. Она будет хвостом вилять, она будет на лапках скакать, да, чтобы это получить. Это желание. Им руководит, то есть, вот это желание, ум, он, как говорится, подстегивает разум. Говорит, давай, 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 что-то нужно сделать, какую-то рекламу нужно сделать, рекламу преданности или еще что-то. Давай, нам нужно получить эту косточку. Естественно, хозяину это нравится, он бросает ему кость. Все, собака взяла кость, она сразу убегает. Она не продолжает не смотреть на кость, делает вид преданности. Нет, она получила, она убежала. Сразу же куда-то, грызь эту косточку. А вот сейчас попробуйте забрать у нее эту косточку. Вы заметите, что произойдет. Она на вас начнет огрызаться. Когда мы получили, мы считаем это, да, вот есть такой принцип я-мое. Мы считаем, что это мое. И поэтому мы отождествляем себя с этим. То есть, я-мое, значит, это я. И поэтому это мое. То есть, если я что-то получаю, я отождествляю себя с этим. Это становится моим, частью, продолжением меня. Если идет агрессия на меня. Добрый день. То, поскольку, ну, как знает любой водитель, если вашу машину поцарапает, или вас врезались, как это больно сердцу. Хотя, в принципе, вы ничего не имеете общего с этой машиной, правильно? Но сердце-то болит. Вот то же самое происходит, когда мы или сильно привязаны к телу, или к какому-то результату, или еще к чему-то. То есть, почему эта рубрика называется «Законы судьбы». Чтобы мы с вами начинали понимать, каким образом материальная энергия взаимодействует с нашими органами чувств, с нашим умом, разумом. Потом мы будем говорить о ложном эго, который является вот этой цветной, как говорится, прослойкой. Да, когда мы смотрели в детстве с битыми стеклами из-под шампанского, да, или там каких-то бутылок, дюшеса. Мы смотрели на солнце и смотрели на реальности. Мы видели, что это или коричневые, были коричневые бутылки. Розовых бутылок в то время не было. Были у нас зеленые бутылки, прозрачные и коричневые. У нас было только три варианта. Вот. И мы, ну, еще такие были немножко голубоваты. Да, и мы смотрели через них и смотрели, что реальность имеет другие цвета совсем. Все такое классное. Вот. Поэтому отсюда идет термин розовые очки. То есть, когда мы видим все в таком, в наивном цвете. Еще такое выражение. Сними розовые очки. Да. Поэтому вот эти законы судьбы, о которых мы будем говорить, они будут нам давать возможность видеть реальность такой, какая она есть. Чтобы мы могли обходить, как говорится, острые углы в жизни и правильно действовать. Естественно, я жду от вас вопросов. Если вам что-то непонятно, или вы просто, у вас есть какие-то вопросы, связанные именно вот с этими темами, то, пожалуйста, задавайте. Но задавайте их в конце, когда у нас будет на это время. Давайте сразу условимся, договоримся, что ли, что мы не будем вопросы писать в начале. Вы можете его записать где-то у себя, там, в записной книжке или где-то в телефоне. Можете записать. И когда приходит время, вы его вставляете. И так мы с вами можем, как говорится, очень конструктивно, не сбиваясь с темы, общаться. Если я буду просто сам говорить, это будет неинтересно, потому что мне очень было бы интересно слышать вас. Что вы об этом думаете? Как вам это отзывается? То есть, с чем вы уходите фактически, да, вот с этих стримов? С каким пониманием? С каким осознанием? Я очень жду от вас обратной реакции. Вот, это важно. Итак, сегодня у нас очень знаменательный день. Акшая Триття. Чем характерен этот день? А он характерен множеством просто показателей. Во-первых, Солнце, Луна в экзальтации, Венера в собственном знаке. Раху у нас также очень силен. Это говорит, то есть, Раху это планета, которая дает свою роду популярность, что ли. То есть, все известные артисты, рок-музыканты и так далее, все, кто выходит на сцену. Обычно это происходит всегда после вечернее время, после заката. Вот это время Раху. Говорит, что Раху с Венерой, они дают определенную такую вот энергию, когда мы можем вещать через пространство. Мы можем доносить информацию до большого количества людей. И поскольку это Акшая Триття, самый лучший день, Солнце и Луна в экзальтации находятся. Луна, конечно, немножко поражена, но все равно она в экзальтированной позиции находится. Там четыре планеты у нас сейчас в Тельце и Солнце в экзальтации. Это максимально насыщенный день энергетикой. В этот день мы можем прописывать планы. В этот день мы можем создавать, то есть, начинать какие-то продажи, начинать курсы. Вот я сегодня решил начать вот эту вот рубрику. Законы судьбы. Я могу, конечно, говорить об астрологии. Но у меня есть еще много чем я могу с вами поделиться. То есть, чисто помимо астрологии. Говорится, как доктор, он может лечить тремя способами. Говорится, доктор, он лечит словом. Доктор лечит травами, лекарствами. Или доктор лечит скальпелем. То есть, у него три метода. Все зависит от степени. От степени запущенности болезни. То есть, если вы хотите побольше узнать об этом, есть такое священное писание. Называется Чарака Самхита. Это древний ведический текст, который говорит о здоровье. О том, как восстанавливать наше тело. Он является частью аюрведы. Аюр, это значит жизнь. Веда, это знание. Знание о жизни. О том, как правильно заботиться о нашем теле. Чтобы жить в гармонии. Чтобы наше тело не создавало нам больших проблем. Поэтому, доктор, он может лечить советом. Он может сказать, вот можно то-то, то-то, то-то. Многие наши болезни, они приходят благодаря нашему воспаленному уму. Благодаря каким-то определенным самскарам. Самскара, это значит отпечаток или штамп. То есть, раньше, как мы знаем, африканцев, которые везли в Америку, им ставили клеймо, так же, как и коровам. Допустим, на спине или на боку. Чтобы понять, из какого она остада. Вот, и это клеймо оставалось. То есть, его уже не выжечь, там волосы не росли. То есть, это было видно, кому она принадлежит, эта корова. Чтобы она не спуталась, как говорится, не смешалась с другим стадом. То же самое делали с людьми в свое время. То же самое происходит с нашим умом. Когда какое-то определенное мощное впечатление, оно как вот этот выжигающий штамп, оно просто прикладывается к нашему тонкому телу ума и очень сильно воздействует энергетически. Так, что остается отпечаток в уме. Это называется самскара. Мы можем забить, допустим, большой гвоздь в дерево и вытащить его. Но мы заметим, что даже если это дерево заживет, там останется вот эта вот точка, на тонком уровне останется точка раны. Так вот, эта точка раны, она у нас очень часто заседает где-то в нашем психике, в нашем уме. И это не дает возможности нам развиваться дальше. Оно как магнит, оно каждый раз притягивает нас обратно. На тот же самый нерешенный какой-то момент в нашей жизни, то есть этап, где нам нужно сделать шаг. Нам нужно правильно прожить это. Нам нужно сдать урок. Нам нужно выучиться. Поэтому астрология, она имеет связь и она имеет отношение именно вот с этими самскарами. Фактически вот эти самскары или определенные реакции после определенных наших действий в жизни, они формируют нашу будущую судьбу. У Стивена Кави есть такое хорошее выражение, я помню, читал в 90-х годах, называется «Семь навыков лидера». Там есть прекрасный афоризм, который очень хорошо это отображает. Называется «Правило четырех П». Говорит, «Посеешь мысль, пожнешь поступок». «Посеешь поступок, пожнешь привычку». «Посеешь привычку, пожнешь характер». «Посеешь характер, пожнешь судьбу». «Запомните ее». «Это очень важно». «Посеешь мысль». «Фактически, если человек правильно думает, то он способен фактически изменить свою судьбу». Поэтому говорится, что доктор и даже астролог, потому что астролог тоже является своего рода доктором судьбы человека. То есть, он помогает человеку думать по-другому. Веда говорится, что удачлив тот, кто может в своей жизни встретить хорошего астролога или святого. Духовного учителя. Потому что от соприкосновения с ним он может поменять вектор своей судьбы. Он может полностью поменять свое мышление. И от этого полностью изменится его жизнь. Как говорится, есть жизнь после. То есть, есть жизнь до, а есть жизнь после. Вчера у нас был выпускной день. Мы успешно закончили институт духовно-прикладных технологий. На английском это звучит. The Institute of Applied Spiritual Technologies. И там вот как раз прозвучала вот эта фраза о том, одна девушка говорила, что у меня какие-то, говорит, необычные вещи произошли в жизни. Такое ощущение, что жизнь разделилась, как жизнь до института и после. То есть, как будто какие-то новые двери открылись в какой-то нереальный мир, в какой-то мистический вообще мир, где абсолютно все по-другому. Вроде бы живешь в той же самой реальности, но абсолютно все по-другому. Это вот как люди, которые видят, допустим, тонкий мир. То есть, они видят духов, провидений. То есть, они видят каких-то сущностей, которые, допустим, цепляются за людей, допустим, сосут их энергию и так далее. Они видят вроде ту же самую реальность, что и мы видим. Но у них третий глаз открыт. И они видят больше, чем обычный человек. Вот то же самое происходит с людьми, которые идут духовным путем, которые развивают и одухотворяют свой разум. Благодаря, естественно, общению с другими людьми. Поэтому эта рубрика «Законы судьбы», она так же важна, как и просто гороскопы. Как просто обычная астрология, когда мы изучаем планеты, изучаем их взаимоотношения, потому что среди них есть тоже друзья и враги. Мы понимаем, каким образом они сочетаются с 12 знаками Здиака, которые также относятся к определенным планетам. Это их дома-стоянки. Одна планета в чужом доме, в доме врага, может себя плохо чувствовать скованно. Это, естественно, каким-то образом проявляется в нашем характере, в нашей судьбе. У нас есть 12 домов. Первый, второй, третий. До 12. Каждый дом отвечает за определенную сферу нашей жизни. То есть, первый дом – эго. Второй дом – заработок, род, еда. Третий дом – коммуникация, друзья, родственники. Четвертый дом – это мать. Это также стены нашего дома, где мы живем и так далее. И вот этот вот калейдоскоп, в конечном итоге, в аспекте времени, он создает определенную такую гирлянду, которая уходит в бесконечность, которая приходит с бесконечности. И если мы обладаем знанием, как ее увидеть, как ее распознать, как ее интерпретировать, мы можем понять, каким образом работает судьба. А если мы знаем, как ее изменить, то это уже, как говорится, вы уже на коне. Вот, поэтому в Шримадбхагаватам, в Священном Писании пять тысяч лет назад было сказано, что и вот теперь, когда ты получил человеческое тело, настало время задавать вопросы о вечном. потому что только в человеческой форме жизни мы можем иметь такой разум, чтобы мы могли задать вопрос, кто я такой? каким образом я родился, каким образом я родился, зачем я родился, то есть, почему я получил таких родителей, почему я должен делать то же самое, что делают люди, стремиться к чему-то, бежать за чем-то, произведить себе подобных. зачем все это? Какой в этом смысл? И когда мы начинаем копать в эту сторону, если мы, естественно, выбираем правильных учителей, которые могут нам это объяснить, а не те, которые, наоборот, запутывают и отбивают у нас всякое желание вообще, как говорится, познавать вот эти вот вещи, тогда наша жизнь меняется. И человек становится способным сделать большой рывок в жизни. Мы все с вами, когда мы заходим в метро, у нас у всех есть тенденция сразу же идти на экскалатор. Мы не горим желанием сразу же бежать по лестнице, потому что ум, он такой элемент, что он не любит напрягаться зря. Ему нравится легкий путь. Он не любит работать над собой. Спортсмены, они любят это делать, потому что они понимают, какая будет после этого выгода. Поэтому они заведомо прилагают усилия и какие-то преодолевают препятствия. Да даже просто, если мы хотим просто похудеть, вам всем знакома эта тема. Мы хочем просто похудеть. И это значит ограничить себя в еде, в жирах, в сладком, в масле, в хлебе, в муке и так далее. Больше витаминов, овощей, движения. Помню, Сергей Минаев пел. Мини, 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 минимум, максимум движения, терпения. Можно даже не голодать. Да? Давно-давно было. Эта песня была. То есть, нам приходится прилагать усилия. Естественно, если мы хотим хороший результат. Поэтому и здесь. Здесь тоже нужно прилагать усилия. Но если этот процесс, он приносит вам вдохновение, и вы сразу же применяете в жизни эти моменты, вы получаете определенный заряд энергии. Потому что вы начинаете действовать на более высоком уровне. И это начинает вас вдохновлять, это дает вам определенный заряд, это вдохновляет, да, говорится в ведах, что этот процесс с усуком к артам авиаям на санскрите, что с каждым шагом он становится все слаще и интереснее. Точно так же, как если вы возьмете торт, да, вот у вас день рождения, прекрасный день, с какой бы стороны вы его не откусили, он будет сладок. Вот то же самое и здесь. С какой бы стороны, когда бы вы не начали, с какого бы аспекта ведического знания вы не начали, это будет так же сладко. И этот процесс, наоборот, только вдохновляет вас идти дальше. Основой всего является, естественно, священное писание. потому что священное писание укрепляет разум. Если наш разум крепок, то тогда, когда мы видим в следующий раз эту рекламу, ковбоя, сигареты там, или не знаю, это может быть любая вещь, мы понимаем, так, как говорится, поддаться искушению или нет, стоит ли оно того или нет. мы можем себя регулировать. И это помогает нам сделать правильный выбор в жизни. А от нашего выбора уже будет зависеть наше действие. А действия приведут нас к результату. Поэтому результаты могут быть абсолютно другими. Поэтому мы видим, кто-то курит, кто-то нет. Кто-то использует больше разум, а кто-то ведется на желаниях ума. Но в обеих случаях мы не являемся ни разумом, ни умом. Мы являемся душой, которая едет в карете этого тела. И куда ее, как говорится, направят, туда она и идет, если она ведома чувственной. Но если она контролирует чувства, то тогда и намного легче. Хорошо. Вот это плюс-минус то, что я сегодня хотел сказать. Еще хотел бы упомянуть, что в этот день произошло очень много глобальных таких больших вещей. То есть, началась Стрета-юга, Вьясадева начал записывать веды, потому что раньше они передавались только устно. В это время Ганеш начал записывать веды. Четыре веды. С Шивой также связаны многие моменты. Есть целый список того, что произошло. Если вам интересно, я могу чисто конкретно уже сможете в следующем году дать, но, как говорится, только для последователей ведической культуры, чтобы было интересно, почему Акшай-трития является таким важным днем. А с точки зрения астрологии это хорошее время для фундамента. Чтобы вы не начали, в этот день это будет иметь максимальный эффект. Это гигантский фундамент, который на ближайшие тысячелетия ваш проект может развиваться и только расти. Это будет постоянный рост. Хорошо. Давайте тогда оставим время для вопросов. Я уже видел, были какие-то вопросы. Давайте постараюсь найти ИПТТ полностью согласно про институт, после него невозможно жить, как прежде. То есть вы уже закончили институт, как я понимаю. Как интересно. Тимяша, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Окей. Хорошо. Давайте оставим время, немножко, 15 минут на вопросы. Что вам откликнулось, что вы поняли для себя. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. я не знаю точно, когда будет выходить. То есть я не хочу определять какого-то конкретного дня для этой рубрики. Она будет каждую неделю как минимум один раз. Если мы сможем, мы можем сделать два раза. Вы можете писать какие-то ваши запросы. я полностью как говорится это приму. Если у вас будет список вопросов, если вы хотите затронуть какие-то определенные темы, это будет только в подспорье для этой рубрики. Я буду давать какие-то определенные моменты основные. Мы будем их раскрывать. Это у нас будут такие темы, реинкарнация, карма, взаимоотношения. Взаимоотношения очень важная тема, которая фактически, из которой выстроено все наше существование. Мы с вами общаемся, мы с вами рождены в семьях, у нас у всех есть отношения с папой, с мамой, с родственниками, с нашими учителями, с нашими друзьями, с нашими любимыми, с детьми, как можно избавиться от негативных самскара. Нужно их заменять позитивными. Это, конечно, первый вариант. Второй вариант негативные самскары нужно просто прожить правильно с точки зрения разума. Нужно сделать самоанализ. К чему это привело? То есть, вот этот результат, вот какая-то определенная ситуация в жизни. Нужно, во-первых, ее принять. То, что да, это пришло. И это пришло по судьбе. Это не пришло просто так. Человек не получает никогда каких-то определенных негативных самскар, если это не является результатом его собственных действий. Если уж он это получил, то реакция на это зависит полностью от нас. То есть, мы можем страдать и мучиться. И таким образом, мы от нашей энергии, которая нам дается на 100% сейчас, мы отдаем фактически эту энергию в прошлое. И поэтому наша жизнь настоящая она становится какая-то неполноценная. У нас такое ощущение, что мы не можем полной, как говорится, грудью дышать, не можем сделать широкие шаги на пути к нашему будущему, потому что мы ментально привязаны к тому, что нам сказали, что произошло в прошлом. То есть мы на этом очень часто позируемся и формируем наше будущее решение, основываясь на этой боли. То есть мы не можем открыться уже. Мы фактически заведомо саботируем наш собственный выбор определенных каких-то отношений в будущем, основываясь осознать. есть ребенка как отучить сувать вещи в резетку. Его должны дернуть током хорошенько. Или допустим он сует палец в вентилятор и он будет продолжать это делать до тех пор пока мы выключим его немножко подождем пока он медленно крутится. Да пожалуйста засунь палец. То же самое и наша жизнь. Какие определенные самскары с прошлой жизни. мы их должны или осознать или одухотворить их имея духовное знание. как вариант самый такой грубый вариант можно с каким-то регрессологом просто прожить это заново. То есть выстроить сделать определенную расстановку. То есть как говорится прожить этот момент заново. Как сделать своего рода такой реплей с полным осознанием своей компетентности полного пронятия ситуации. То есть когда мы self sufficient или с полным осознанием это прожили. Не себя как жертвы, а с полным осознанием того, что это имеет место быть, это было, это прошло, но я могу это изменить. это в моих силах реагировать правильно на это. Но это в конце концов борьба с нашими страхами внутренними. Скажите пожалуйста будет ли сохранен эфир? Да, каждый эфир будет сохраняться, чтобы другие могли это посмотреть. Поэтому я прошу вас делитесь обязательно этим эфиром. У меня еще намечается еще одна рубрика дополнительная. Я пока о ней не буду говорить, но оставлю это секретом на ближайшее время. Но я хотел бы, чтобы это было следствием вот этой рубрики. Я хочу просто увидеть, каким образом у нас это пойдет. Если это пойдет хорошо, если в этом будет интерес, а я думаю он будет, потому что я буду стараться давать вам новые темы, интересные темы. Вы можете что-то подсказывать, если у вас есть какой-то запрос определенный, пишите мне в личку. В профиле есть ссылка, там есть мой телеграмм. Можете задавать вопросы в телеграмм непосредственно я буду их распечатывать, допустим, на них основываться, выстраивать наши будущие встречи. Я хотел бы, чтобы это было обоюдно, а не просто как мы приходим, просто потребляем и все, и там думаем, все. Взаимоотношения это очень важный момент, потому что если у нас будет коллаборация такая, то мы будем расти вместе. Вы растете и я расту. Each one teach one есть такое выражение на английском. То есть человек обучаясь учится. Да? Мы все здесь ученики. Как не взять на себя карму другого человека, когда его консультируешь или даешь советы? Благодарю. Как не взять карму другого человека? Ну во-первых полное осознание того, что вы не являетесь контролером. Вы не являетесь вершащим судьбы. То есть это первое, что нужно понять. К любому астрологу, к любому лекарю, любому доктору, как говорится, Господь посылает страждущих душ. Допустим, ну мне просто так говорили, что вот некоторые из моих клиентов, да, что я, говорит, знаю многих астрологов и за многими давно наблюдаю, но вот почему-то сердце мне подсказало пойти к вам. Господь он знает, он в сердце каждого находится, как его локализованный аспект называется параматма. На санскрите парам это значит верховный, атма это душа, мы тоже атма, но мы дживатма, то есть мы индивидуальная душа, а он является параматма, он верховная душа и он одновременно присутствует возле сердца каждого живого существа в этой вселенной. Миллионы, миллиарды, биллионы, одновременно причем настолько его сильная мощь и он является извечным свидетелем всех наших действий, он является голосом совести, который помогает нам делать правильные решения. Поэтому если к вам приходит клиент какой-то, я могу даже не называть это клиентом, страждущий может быть, то есть человеку, который нужна помощь. Если он к вам приходит, во-первых, нужно понимать, что вы просто посыльный, не берите на себя максимальную ответственность за то, что вы крутой такой, и вы даете, и все. Если человек действует неправильно, или он не воспользовался вашим советом, то вы каким-то образом пострадали от этого, или что-то в этом роде, не последовал вашим советам. Очень часто с докторами такое происходит. То есть доктор дает совет, а человек не следует. Поэтому он и болеет. Поэтому доктора берут деньги за это. Потому что, по крайней мере, если уж ты платишь, ты, наверное, будешь делать то, что тебе говорят. А если что-то приходит на халяву, ну, это люди воспринимают как дешевку. Поэтому, во-первых, полное осознание того, что вы не являетесь контролирующим. У человека есть право выбора, то есть, как действовать. У него есть право выбора, как говорится, последовать вашему совету или нет. С другой стороны, если вы сильно погружаетесь, то, естественно, ваш ментал, менталитет, он воспринимает это. и это становится своего рода, то есть, это начинает влиять на ваше сознание. Поэтому, здесь есть такие практики, как Экадыши, определенные практики, когда вы можете очистить свой разум, очиститься на уровне души. Допустим, у астрологов есть определенный день в году, то есть, определенные Экадыши. если мы постимся в этой Экадыши, то полностью мы смываем себя как бы тот менталитет, который мы могли, как говорится, на себя набрать. Очень хорошо помогает вода, очень хорошо помогает душ, святая вода, то есть, если вы сбрызгиваете себя водой. Есть какие-то определенные ментальные системы, когда человек визуализацией создает определенный кокон, допустим, такой из воды вокруг себя, где он говорит, что я действую, то есть, я могу влиять на внешний мир, но внешний мир не может пробиться через это. То есть, есть такие техники. Много разных техник существует. Естественно, разная защита. Я использую лично, я могу из своего опыта поделиться это вот такой камень называется Раухтапаз. Я ношу такой браслет. Он помогает убрать, то есть, он впитывает в себя негатив. То есть, они человека могут сглазить элементарно. Наш взгляд, даже через телефон, он все равно, есть люди, которые просто, ну, они так вот, как воронка, то есть, они всасывают энергию. То есть, первым признаком того, что это происходит, появляется зевота. То есть, вы начинаете зевать, вы понимаете, что из вас сосуд. Вот, поэтому, такие вещи, как шунгит, это камень, определенный, ему 2 миллиарда лет уже, шунгит, он инвертирует электроэнергию, то есть, он создает противоположное поле. То есть, фактически, это защита, это щит. То есть, у меня есть вот такой, как бусы на шее, то есть, на горловой чатре. Это Рудракша. Рудракша, говорится, это слеза, слеза Господа Шивы. Господь Шива отвечает за всех тонких сущностей, за ложное эго, поэтому он помогает защитить нас. Но Рудракшу носить можно только, если вы чистый вегетарианец. То есть, вы не должны заниматься, как говорится, такими конкретными греховными действиями, чтобы носить Рудракшу. Священное дерево Тулуси. Вот. То есть, есть определенные, допустим, калача, есть определенные защитные, допустим, амулеты, в которых молитва определенная. Есть определенные мантры, Нарасимха-мантры и так далее. Много разных моментов. У нас сейчас подходит к концу. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы пришли сегодня на этот стрим. Вы одни из первых, кто на нем участвует. Думаю, это будет продолжаться. Я больше, чем уверен в этом. Естественно, ваше вдохновение, ваши изменения, ваши вопросы и так далее, это будет только помогать мне развивать это для вас, чтобы я точно знал и точно понимал, чем я могу быть вам, как говорится, полезен. и всего вам доброго, всего вам самого наилучшего. Хорошо проживите этот день, выстроите свои планы, напишите какие-то планы, сделайте что-то хорошее, можете сделать какое-то пожертвование, каким-то образом помогите кому-то, сделайте что-то, от чего бы Господь в сердце вам дал вдохновение и сказал, что молодец, вот это то, что надо. Каким-то образом, как говорится, послужите, очень хорошо выражать почтение старшим сегодня. Вот. Есть пост у меня в инстаграме, там все написано. Хорошо, всего вам доброго, удачи во всем. Благодарю вас за участие. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok